Добравшись до самого дальнего, пятого по счету озера, я начал готовиться к обратной дороге без каяка. Ломать ноги по бурелому в мои планы не входит, поэтому предусмотрев потребность в резервном плавсредстве я прихватил с собой надувной покрафт. Вы наверное гадали, что такое громоздкое я всю дорогу ношу в свои поняния. Да-да, это был покрафт спутник. Его штатный насос я сломал еще в свое последнее посещение Байкала, поэтому накачивал его насосом, который взял с собой для организации мехов походной кузни. Но до кузни у меня руки так и не нашли. На покрафте организован фартук, только дуги у него слишком длинные и собрать фартук штатным образом до этого дня у меня не получалось, но в этот раз я дуги укоротил и наконец замкнул в кольцо. У покрафта минимальный вес, все потому что у него довольно тонкая шкура из термо-пулиуретана, несмотря на это покрафт вполне надежен и долговечен. По крайней мере мой опыт сплава на нем по порогам байкальских рек говорит о том, что сев с разгона днищем на луду пробить его у меня не получилось. Единственный недостаток покрафта в том, что он плохо держит курс, но на коротких дистанциях с этим можно мириться. Собрав покрафт и убедившись что у меня есть опасный исправный транспорт для обратной дороги водным путем я начал искать елку для нового место хранения своего каяка. Но в целях конспирации это место я вам не покажу, зато покажу праздник живота которым закончился этот замечательный погожий день.